Вот такой вот очень приятненький, товарищи, инструмент Гроттерен Штайнбек. Ему, кстати говоря, 93 года. Тот самый, на котором я делал свековку. Давайте сейчас посмотрим, что там находится внутри. Ну вот, товарищи, еще раз возвращаясь к инструменту пианино Гроттерен Штайнбек, которому, как выяснилось, не 60 лет, как я ошибочно сказал в прошлом ролике, когда делал свековку. Ему 93 года. Удивительно, личный раз доказывает, понимаете, тот факт, что при таком возрасте пианино все сохранилось в оригинальном виде, ничего не люфтует, ничего не сломано, и даже, более того, решили оставить старые молоточки, потому что, как выяснилось, что они звучат значительно явче интереснее, нежели новые, которые мы иногда меняем. И демпфера, кстати говоря, тоже вставили старые, оригинальные. Посмотрите, звучание какое. Кстати говоря, когда перекручиваешь струны, обратите внимание, никакой звонки. Вот такие басы яркие, насыщенные. Вот, ну, как вы видите, я поменял колки и делал свековку. Очень, кстати говоря, рекомендую вам, товарищи, я это, наверное, уже в других роликах показывал, вот этот вот струноподъемник, вы будете смеяться, но это китайский, который у меня пережил абсолютно все немецкие струноподъемники, потому что он крепкий. Знаете, в чем его крепость? Он даже может поддевать и отжимать струны, я сейчас специально вот в двух местах, уже когда даже они натянуты и настроены, и вот прямо с той стороны вот так вот брать и раз, и уплотнять кольца. Очень крепкий, вы понимаете, и не ломается ничего. И главное, что он подлезает под любой, да, сейчас раз, прямо на себя натягиваю, ну вот. Ну, как я вам говорил, что я уплотняю и сверху, и снизу, и уплотняю вот эти вот боковые хвостики, которые засовываются прямо в колки. Так что имейте в виду, вот этот струноподъемник, который, который пережил, он гораздо, вот я не знаю, или мне попался такой экземпляр, но он настолько крепкий металл, я им очень доволен, и, вы знаете, ни на что не поменяю. Вот что значит современный Китай. Ну, а так все остальное, смотрите, это классический инструмент. Ну, все, сделал шпан со струнами, молоточка трихтовал, вот. Это система, ну, пилотов нет между них, там такие, знаете, на концах клавиши, клавиш есть такие вот, ну, как бы, шурупы под сукном, я называю это система такая, беспилотники, вот такие вот, беспилотнички. А все остальное, смотрите, ну, сломал я кося, да. Сейчас буду отбеливать все это дело, потому что, ну, немножко грязновато, желтовато, они уже проели все. Классический, классический инструмент, шпон очень хороший, с натурального дерева, и, ну, прямо, не знаю, масло. Никаких полировок, это такой, знаете, очень хороший шпон, он потом сам выдает текстуру. Ну, собственно, все, ну, посмотрим на раму, вот они, знаменитая, вот такая вот, типа, корона, Гротрангштейнг. Это вот эти предвестники Стенвея. Инструмент, конечно, фантастический, именно в плане вот функциональности, в плане своей какой-то вот стабильности. Работать очень приятно, регулируется он, все замечательно. Ну, вот, ну, давайте, ладно, я уже чувствую, вы ее ожидаете. Сейчас поиграю на нем. Послушайте, как он звучит. Да, чуть не забыл, вот иногда используем вот такие струны. Это исторические струны, ну, не исторические струны считаются для старых инструментов. Стефен Паулейла. Это майонские струны, они тонкие. Кстати говоря, здесь тоже, вот если вы обратите внимание, на верхах. Видите, какие звонкие, это струны так звучат. Потому что современные струны уже не выдают таких вот звонких дискантов. Паулейла, вот они. Это у меня номер, так, это у меня 16. Ладно. Все, товарищи, сейчас буду играть. Пианино, грот, рынок, штайвик. После цвековки и одной настройки. Пианино, грот, рынок, штайвик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон